Слушайте, у меня сегодня как раз тот день, когда я не очень выспалась и у меня состояние такое вообще какое-то, знаете, укутаться в плед, посидеть с кружкой чая, включить моего самого любимого Гарри Поттера и просто провести день, наверное, вот абсолютно ленивым каким-то тюленем. Но в связи с тем, что помимо того, что я являюсь мамой, женой, девушкой, я еще и блогер, и поэтому какие-то, когда у меня возникают мысли, и тем более глобальные, по моему мнению, мне всегда хочется поделиться с вами. Поэтому я немножечко себя привела в порядок, взяла камеру, села и решила просто записать видео, но потом, конечно же, пойду смотреть своего любимого Гарри Поттера, потому что без этого ну никак. Так, ну что, погнали. Сразу же скажу, что сегодня, наверное, видео поставлю цензуру 18+, потому что сегодня я буду говорить на абсолютно такие темы, что, допустим, к примеру, ну это, так скажем, тема для более взрослых людей, и как бы, ну не хочется, чтобы... Я боюсь, что я что-то могу сказать, то, что ребенку, возможно, не нужно слышать. Так что, ну что, если вам интересно узнать, о чем я сегодня буду разговаривать, тогда погнали, потому что я уже, наверное, не знаю раз какой снимаю, потому что у меня то кот куда-нибудь лезет, то Кирюха что-нибудь хочет. Короче, никак не дают мне поговорить, а у меня прям хочется с вами обсудить эту тему, так что начнем. Сегодня я буду говорить о толерантности, и толерантности, в принципе, человеческой, то, что сейчас происходит, и какие сейчас стали как бы нормальные нормы, да, что у нас теперь мы будем носить, мы к этому относимся как бы вроде бы спокойно, но это не должно быть спокойно, это не нужно попущать. На самом деле я не какая-то там ханжа, которая, знаете, сидит, и вот на какие-то человеческие действия, поступки, мировоззрения я сижу как-то, знаете, вот думаю, что еще какой-то о себе, а на самом деле нет. Я хочу сказать то, что я абсолютно толерантно отношусь к разным вероисповеданиям, мировоззрениям, политическим каким-то взглядам, то есть все мы люди, у каждого есть какое-то свое мнение, это одно, то есть как бы в общей сложности, да, там, то есть я не хожу, там, знаете, и не тыкаю пальцем, что какой-то человек не такой, да, там, каких-либо, как-либо от нас отличающийся. Но, когда я, к примеру, встречаю вообще доступности людей, которые немного отличаются от нас, к примеру, обученных людей, да, я так могу сказать, я имею в виду, отличаются в плане себя позиционирования, как бы мне так вот правильно высказать, чтобы это было правильно сказано. Я это сейчас говорю о тех людях, которые немножко отличаются от нас в плане своей сексуального, так скажем, принадлежности. Я сейчас буду говорить о людях, которые по агентальным признакам являются мужчиной, но по своим, так скажем, каким-то внутренним состояниям они не гетеросексуальны, вы понимаете, да, сейчас я буду говорить о однополой любви. Ну, не в плане того, что я сейчас буду говорить о однополой любви, это плохо, закидаем их помидорами и вообще жечь на костре, как ведьмы, нет. Я сейчас буду говорить именно о той теме, то, что меня бомбануло. Вот я опять развиваю, развиваю, и у меня будет видео, видимо, долгое, так что, надеюсь, у вас большая кружка чая. Не так давно, в сентябре месяце, подобное видео я уже снимала, но оно было более эмоциональное, я решила, что не быть ему на моем канале, потому что слишком много лишних эмоций, которые я просто не хочу на вас их выплескивать. Но я хочу с вами об этой теме поговорить. Так вот, в сентябре месяце случайно в рекомендованных видео мне выползает видео, от которого я обалдела. И когда я зашла на страницу к этому человеку, я увидела то, что там сидит мужчина, который несет в массы информацию о бьюти-теме, о косметике, о тональном креме, чтобы вы понимали, это был по гентальным признакам мужчина с нарощенными, так скажем, обколотым лицом, но там явно видно, что там обколотые глупы, это все видно, то есть как бы нарощенные ногти, и он сидит на себя, извините, намазывает тонну косметики, показывает макияж, нецензурно выражается, снимает достаточно такие, ну по моему мнению, скандальные видео, которые, ну не должны быть они тут просто, ну не должны быть, потому что, ну это грязь. И когда я увидела количество подписчиков, количество лайков, количество комментариев, у меня возникло несколько вопросов. Первое, та аудитория, которая у него сидит, она ему подобная, то есть это тоже люди с однополой любовью, скорее всего, тоже такие же, как он, да, и вот они сидят такие, там у них свое общество, и они решают, что такое хорошо, что такое плохо. Либо другая тема, там капец, какие толерантные сидят, и все такие, знаете, настолько толерантные, что прям просто до изжоги, они так, знаете, там, он занял сейчас какие-то номинации, то есть его номинировали, причем как мужчину номинировали, для меня это было дико, когда я это все стала, знаете, посмотрела, так прошла, и я же к чему говорю, то что сейчас на данный момент ютуб ролики, они смотрятся не просто взрослыми людьми, которые вот надоело смотреть телевизор, надоело что-то, дай-ка я пойду посмотрю там, что там у нас в ютубе происходит, то есть сейчас ютуб, он находится именно на той плоскости, что сюда заходят смотреть возрасты разные, то есть могут зайти дети, могут зайти взрослые, пожилые, то есть он сейчас как-то стал более популярным, нежели чем он был, допустим, к примеру, ну, лично, по крайней мере, для меня даже года четыре назад, так скажем, года четыре назад я вообще-то ни слухом, ни духом, я не знала, что такое ютуб, он мне был неинтересен, если честно, потому что до момента, к примеру, декрета, когда я ушла в декрет, я занималась совершенно другим, то есть у меня были цели в жизни другие, я занималась саморазвитием в плане карьеры, и у меня было свое, знаете, то есть как бы я крутилась всегда в каком-то другом соке, в другой какой-то сфере, и мне было вообще фиолетово, что там за ютуб, кто тут сидит, что снимает, что тут несут, масса, мне было без разницы, у меня даже был такой в жизни случай, я к чему сейчас его хочу сюда приплести, насколько я была недалека, что-то не понимала, что такое ютуб, на тот момент я работала и жила в другом городе, и у меня была машина отечественного производителя 2115 вас, и у меня была такая вечная привычка оставлять ключи в машине, и я вечно, вот у меня была такая привычка, то есть я как бы ставила на защелку, открываешь, ну у кого отечественный автопром, вы меня понимаете, то есть ты можешь на сигналку закрыть, либо можешь так хоп, это вот там штучка, вот эту пимпочку так нажать, выйти и хлопнули двери, и она закроется, да, то есть в том случае, если у тебя еще и все двери закрыты, то есть он ты закрыл, потом ты открываешь на сигналку, либо ключом. Ну так вот, и так я вот как раз относилась к тем девушкам, которые, я всегда закрывала машину, но я, блин, всегда оставляла ключи в машине, и у меня была такая ситуация, то, что я там сходила, заключила договор, возвращаюсь в машину, я понимаю, что у меня нет ключей, мне нужно ехать дальше, а был как раз в мае месяц, я была одета в белой рубашке, в юбке карандаш, чтобы вы понимали, что это карандаш, это прям вот капец какой карандаш, это то есть ты такая вот идешь вот так вот маленькими-маленькими шажочками, она прям классическая строгая карандаш, шпилька, и для такой подробности, чтобы вы понимали всю картину, на мне были чулки одеты. Ну так вот, и я понимала прекрасно, вспомнила, что у меня был открыт багажник, и я знала, уже умела, то, что в машину я могу проникнуть через багажник, и я так, знаете, было время как раз что пол первого дня, час пик, центральная улица, машины едут, народ ходит, и я понимаю, что, блин, мне в машину-то попасть надо, а вот вокруг нее, если я буду скакать с бобном, ничего не поменяется. В общем, я беру свою юбку, задираю до того момента, как я могу задрать ногу, засунуть себя в этот багажник, чтобы проникнуть в салон автомобиля, и в этот момент времени одна моя знакомая, так скажем, она просто снимала это все себе на телефон, и она потом подходит ко мне, поржала, так говорит, вот, типа, все, теперь ты будешь звезда Ютуба, я тебя сейчас быстренько выгружу в Ютуб, и, типа, ты там будешь красоваться, как-то тут сверкаешь своим бельем, своими чулками, какая-то тут, так скажем, эффектная девушка проникает в 15-й ВАЗ-21-15. На тот момент я такая, что? Говорю, все, давай, пока, села, машина уехала. То есть настолько было мне без разницы, да? На сегодняшний день, если кто-то из молодежи, так скажем, вот из подростков, они же прям рвутся туда залезть, причем с каким-нибудь хейпом, чтобы прям вот видео собрало максимально огромное количество просмотров, и это, знаете, что-то нужно сделать там скандально, да? Чуть прям вот забавахать такое, что прям все хотели посмотреть. И это, знаете, это не человек, который сидит, знаете, рассказывает там, к примеру, выдающийся какой-то такой, знаете, молодой человек, либо девушка, которая чем-то выделилась из толпы именно со своими какими-то выдающимися данными. Зачастую это всегда какая-то грязь, да? Мы все знаем про Диану Шурыгину, которая себя в прошлом году распиарила, девушка, которая сейчас вот тоже на танцполе отдалась молодому человеку, и это нужно было сделать во все увидения, чтобы ее как-то ей стать знаменитой на следующий день, потому что она прекрасно понимала, что этот момент заснимут, его выложат в Ютуб, и на следующий день утром она проснется уже звездой, то есть ее будут все узнавать, каждая собака будет знать ее. Ну так вот, к чему я сейчас вообще это все веду? То есть как бы причинно-следственную связь, понимаете? То есть как бы 5 лет назад я еще не понимала, что такое Ютуб, на сегодняшний день вся абсолютно молодежь, она настолько понимает, что такое Ютуб, она еще и туда лезет с боем, чтобы с какой-то вот такой фигней. И вот ко всей этой картине, вот туда же, в этот же Ютуб, залазят вот такие вот неординарные личности со своими какими-то сексуальными предпочтениями, которые открыто об этом демонстрируют, показывают всем своим состоянием, всем своим положением, и вот они такие там собирают аудиторию, снимают видео, которые не просто, вы знаете, вот человек, который, я понимаю мужчин-визажистов, который вот он, мужчина-визажист, он нашел себя как художник, и он именно полотно, не какое-то выбрал, да, картину писать, а он просто на девушке, как полотно девушку выбрал, он ей делает макияж, то есть он такой выдающийся, и он реально человек-визажист большой буквы, да, то есть он как бы такой молодец, он все умеет. Ну так вот, я к чему говорю? А вот этот вот человек, если его можно так назвать, ну человек, да, он, собственно говоря, снимает подобные видео, и вот подобные видео, подобное вот это вот какая-то от него, все равно при всем том, что он там, возможно, он намного лучше многих девушек в чем-то, может разбираться в какой-то косметике, он является мужчиной, он все равно несет грязь, ну то есть позиционировать то, что быть нетрадиционной ориентацией, этого стесняться не нужно, это надо показывать, это нужно демонстрировать, и ладно бы он просто, знаете, зашел на площадку YouTube и сказал то, что он как бы не гетеросексуален, вот такой вот, и я буду сейчас все дети снимать макияж. У него ведь есть такие ролики, от которых у меня волосы дыба встали, там что-то про смазки было, да, там он снимал с каким-то тоже человеком, и вот это вот все, я понимаю, что сидит какая-то девочка, какой-то мальчик это все смотрит, и он считает, что это норма, и почему бы нет, и выходя на улицу, я понимаю, что немножко картина мальчиков, которые я даже еще раньше знала, мальчиков-хулиганов, то есть я сама росла среди парней, я знаю, что такое парни-хулиганы, а сейчас молодые люди, которые, они все меньше и меньше стали походить на мужчин, они какие-то подобия мужчин, вот эти вот непонятные прически, вот эти вот худощавые телосложения, вот эти вот какие-то леггинсы на них одеты, непонятные спортивные какие-то дудочки с подранными коленками, они такие типа стиляжные, в чем их стиль, я не поняла. И знаете, я летом видела двух мальчиков, молодых людей, и я реально усомнилась в том, что они гетеросексуальны, в плане того, что они были одеты, ну, как бы в общем понимании, как-то, ну, не совсем адекватно, не как обычный мужчина может одеться. Я не говорю о том, что выделяться не нужно, и на фоне серой массы нужно быть такой же, как серая масса. Нет, можно выделяться, можно быть не таким, как все. Лично я занимала в школе современного танца, и это был брейданс, хип-хоп, плокинг, то есть, и мы такие, знаете, вот были там на теме, там, знаете, хип-хопа, мы такие все вот там ходили, все разные, неординарные, все были личностями на свой период времени, да, и каждый выделялся, мы занимались общим сотворением искусства, да, это на тот момент еще кто-то что-то не понимал, это был такой, знаете, рывок в развитии, так скажем, танцевальной сферы. Это сейчас уже, да, там по ТНТ, к примеру, идут рекламы, там вот эти вот все танцы. На тот момент, когда я, к примеру, этим занималась, это было очень далеко. Тогда было модно заниматься какими-то бальными, балетными танцами, девочке, к примеру, чтобы она стояла, держала шею, ее, чтобы кавалер водил. А я выбрала сферу как раз вот хип-хопа, вот, и мне это реально по духу близко, вы по заставке, наверное, понимаете, что это такое. Это вот мое, да, мне это нравится. Ну так вот, к чему я это все говорю? И на... Да к чему я вам все это говорю? То есть, выделяться можно, выделяться нужно, находить себя это все нужно. Но когда я вижу, что вот это вот выделяющееся из толпы идет именно таким макаром, у меня мурашки по коже, потому что это ненормально. Потому что должна быть цензура, должно быть понимание того, что можно показать и сказать об этом, и об этом не стесняться, к примеру, да. И есть то, что лучше не нужно говорить, да, к примеру, можно просто прийти и сказать, что я это буду делать, и вообще не делать никаких акцентов, что он какой-то, допустим, не такой, или что-то еще, как-то это вот у меня опять нос чешется, я снимаю видео, у меня чешется нос, да. А тут как бы вот, ну вот как-то вот лично я увидела эту картину так, и мне было это неприятно на самом деле. И я огорчена, что мне это вообще попалось, потому что у меня в моей голове закралась вот по этому поводу какая-то мысль, так что вот так вот. Мне кажется, то, что все равно во всем должна быть цензура, должно как-то вот, ну, уходить от этой грязи, потому что вот подобие вот этой вот грязи, это, знаете, это как вот прессия на стенке. Раньше, еще, наверное, определенное количество времени назад подобного рода плесень, мы всегда ее как-то, знаете, давайте вот даже, нет, по-другому скажу, да, вот, то есть те люди, которые были, так скажем, однополая любовь, предпочтение в сексуальном плане у мужчин и женщин, оно у них было, и это всегда было, мы не могли догадаться, кто ты, что ты, мы всегда там как-то, да, какой мужчина, что, как бы общая часть мужчин, она всегда выглядела как мужчина, а что там у них там, как они что любят в постели, стоит только догадываться, да, и, собственно говоря, вот эта вот однополая любовь, она как плесень на общей картине стены, да, вот она где-то была в уголке, мы все прекрасно знали, что это есть, но мы как-то вот эту зону обеззараживали, чтобы она никуда не проникала, и сама там плесень по себе, как-то, знаете, там, что-то было, да, она как-то сама по себе там развивалась, а сейчас мы перестали обеззараживать как раз зону, вот отделяющую здоровую часть от этой вот плесени, и эта плесень стала просто поглощать эту стенку, да, грубо говоря, и мы прекрасно понимаем, что если сравнивать это все со стенкой плесени, то, что эта стена, она разрушится, придет к разрухе, то есть там ничего не останется, камень на камне, так и в жизни, когда мы это попускаем, мы разрешаем, чтобы оно вот так ушло в серые массы, и мы спокойно заходили в инстаграм, видели вот этих маленьких мальчиков, которые там, знаете, делают макияж, превращаются в девочку, у них там такой стаж, раз они снимают видео с таким качеством, у них такой же стаж нанесения макияжа мальчика, это же капец какой-то, вот такие вот молодые люди, которые снимают макияж и сидят нецензурной бранью, да, то есть как бы должна быть цензура, я прекрасно понимаю, что пройдет время, когда это все, это будет просто, это все, это будет триндец, это вот серьезно наступит триндец, когда мы офигеем, когда женщинам придется опять собраться в стадо амазонов, мы будем там, знаете, сами по себе охотятся, а мужчины, они сами по себе, вот как мужчина, как понимание, в общем понимание мужчин, оно куда-то все исчезнет, вы мне можете сказать, что многие, даже выдающиеся личности, да, они были с какими-то отклонениями, но давайте возьмем пример, это были, во-первых, выдающиеся люди, которые шли к определенной цели, и они, то, что у них какие-то были там, их изъяны, их там мышление, восприятие, это были их изъяны, и мы о них только узнаем спустя там столетия, да, к примеру, мы не догадывались, когда изучали историю об этих людях, мы не знали, что происходит, это сейчас откуда-то достаются какие-то непонятные аргументы того, что тот или иная знаменитая личность, да, там творческая личность, либо еще какие-то, они были с определенными изъянами, зачастую это сексуальные изъяны, потому что творческих людей, они всегда искали, помимо того, что они как бы, что-то у них, им нужно где-то было быть не очень хорошим, не очень положительным, но мы, это не что-то не очень хорошее, не положительное, оно не вошло в историю, то есть это, понимаете, это где-то в тени идет, и мы это только узнаем, если это нам надо, мы ведь никогда учились, к примеру, в школе, и когда мы открывали какие-то книги, изучая там классиков, мы же, там не было крупными буквами, вначале написано годы жизни, его сексуальная принадлежность, что он любил, как он любил, а потом уже его какие-то достижения, то есть не была вот эта картина нарисована, а сейчас реально, человек хочет быть каким-то образом более-менее знаменитым, и он в первую очередь топырщит свое состояние, вот именно сексуальные предпочтения, а потом уже знаете, как бы вот что он там из себя представляет, это грязь на самом деле, это грязь, и это нужно как-то уничтожать, мне это кажется, это мое личное мнение, мы сейчас, по большому счету, все человечество у нас борется с терроризмом, с чем угодно, то есть мы там в каждом мужчине, в каждом, так скажем, человеке неславянской внешности, мы думаем, он какой-то террорист, но когда мы, блин, видим мужчину при макияже, он весь такой, не понять какой, почему мы в нем не видим угрозу, потому что мы думаем, а какая может быть угроза от этого мужчины, ведь он там, типа, только разбирается в помадах и в лаках, да серьезно, от него еще больше, мне кажется, появляется угроза, у него, знаете, это вот парадоксальная плесень, которая вот там вот сразу же и понятна, а тут из-под тяжка и когда-то выстрелит, понимаете, о чем я говорю, поэтому, что здесь плохо, что тут плохо, и это все нужно убирать, а раз я говорю о площадке Инстаграм, к примеру, и Ютуб, то есть мне кажется, все равно должна быть цензура, ну должна быть цензура и нужно это убирать, я не говорю сейчас о том, что мне обидно, о том, что там вот человек собирается, аудитория его поддерживает, Бога ради, по большому счету, да, но я все-таки, ну это выбор, да, людей, по большому счету, я лишь сейчас разговариваю и говорю вам свое мнение по этому поводу, я просто не поддерживаю, я отношусь к тому числу, которое не может это поддержать, потому что у меня растет сын, я, знаете, вот у меня иногда сын берет мой телефон и, знаете, вот он начинает там что-то лазить, он у меня уже спокойно может себе что-либо скачивать, там что-то какие-то там, ему иногда нравится, он уже знает, как зайти, открыть Ютуб, к примеру, там как поискать мультики, он это все прекрасно знает, я помню один раз, он у меня открывает, я была, смотрела как раз, пролистывала ленту в Инстаграме, и вылез маленький мальчик, ну как маленький, лет так 10, и он лет 12, он делает макияж, у меня так сын, которому сейчас 4, вот так на меня посмотрел, мама, это кто, девочка, я это закрыла, и я потом еще минут, наверное, 40 объясняла ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо, что косметика, это девочки, мальчики, это машинки, все на свете, вот пошла, провела, да, то есть как бы вот эту горизонталь, просто я понимаю, что не каждый родитель может схватить вот так вот, увидеть, когда ребенок это увидел, и сесть с ним провести беседу, да, то есть по большому счету, это у нас, мы потом это что-то находим, и это реально, это вот, это плачевно, то есть я предполагаю, то, что не нужно там сидеть и искать чего-то там, если мы видим причину, то, что откуда-то лезет грязь, ее нужно убирать, просто убирать, и если человек хочет быть таким, да, пожалуйста, он будет там, но не надо лезть, и не надо говорить, что это норма, серьезно, это не норма, норма, это когда мужчина и женщина, и у них все замечательно, это норма, а не когда мужчина и мужчина, и они там сидят, и рассказывают, какая, блин, классная смазка, а какая нет. Оставьте это, пожалуйста, в колуарах у себя и вон там, вот за, там, я не знаю, за дверями своей спальни обсуждайте, рассуждайте и делайте выбор. Не надо это нести в массы, не нужно вот этого делать. Хотите быть свободными, будьте свободны где-то у себя там в комнате. Не надо вот эту свободу нравственности нести в общую массу. Знаете, вот мне очень сильно понравилось, я помню, когда, по-моему, это было в Беларуси, насколько я помню, когда на день ВДВ разрешили парад вот единомышленников в плане сексуального восприятия однополой любви. Очень круто придумали, вот серьезно. А давайте выйдите и раз на раз поговорите и объясните свое предпочтение и отношения. Мне кажется, это как-то вот, это будет правильно, то есть выйдут реально гетеросексуальные вот такие вот и решат вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Я считаю, что это нужно убирать. Это мое субъективное мнение, можете с этим соглашаться, можете нет. Интересно узнать, конечно же, ваше мнение по этому поводу, что вы мне на этот счет скажете, потому что реальная тема такая очень щепетильная. И я понимаю, что кто-то скажет, что мимо этого нужно пройти, не обращать внимания, у нас свободная страна, у нас там мы можем делать все, что хотим и делаем, и как там, у нас ничего нигде не запрещено. Но я понимаю это. Я человек, который 7 лет отдал изучение букве закона. Я изучала, извините, и Конституцию, и все наследие. Я это все знаю. Но давайте мы вот этот вот процесс как раз, вот свободы слова, мы выразим в чем-то другом, не в этом. Свобода слова, свобода действия, это немножко в другом подразумевается, а не в том, что я сейчас выйду и скажу о том, что вот какой я вот такой замечательный. Серьезно, я считаю, что это ну как-то вот, ну это из ряда вон выходящего. Если мы сейчас не заинтересуемся этим вопросом, пройдет период времени, когда будет уже, наверное, поздно. Это сейчас, знаете, дайте шашку на голову мне, вот я спамя. Передо мной вот я сейчас с вами разговариваю, а у меня в голове картина. Вот дайте мне, пожалуйста, еще платок, шашку, керзовые такие хромовые сапоги, косуху, юбку, карандаш и вперед такой революционер против однополой любви. Вот так вот, то есть выведем грязь с ютуба с такими лозунгами. В общем, как-то вот так вот с вами сегодня поговорила. Надеюсь, данное видео было вам интересно. Я понимаю прекрасно, что оно не соберет огромное количество просмотров, и возможно оно вообще у меня будет самое непросматриваемое. Но это мой канал, здесь мое пространство, и хотя бы здесь я хочу высказать свое мнение, потому что понимаю, что один, извините, мой крик, он не сделает погоды, и ничего такого сверхъестественного не произойдет. Но мне интересно узнать ваше мнение тех людей, которые меня в данный момент посмотрели, что вы скажете по этому поводу, как вы к этому относитесь, какого у вас мышления, какого у вас мировоззрения, и как вы думаете, стоит ли попускать вот такие вот моменты, чтобы вылазило вот такое, скажем, не совсем ординарное на площадке тех мест, где оно идет в общем доступе, где может посмотреть абсолютно каждый человек, и каким-то образом это может повлиять на развитие дальнейшего. Я понимаю, что родители должны следить, но не всегда. Сейчас наступает то время, когда родители просто вынуждены работать, вынуждены бесконечно работать для того, чтобы обеспечить детям будущее. Но, к сожалению, жизнь повернулась именно так. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы не сходили с ума родители, и чтобы не переживали, что их ребенок посмотрел, нужно еще и фильтровать как раз такие вот площадки, чтобы родитель хотя бы мог быть уверен, что ему не нужно ставить блоки, и ему не нужно ловить ребенка и ожидать от него какой-то нежданчик. Так что вот так. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких обязательно, защищайте свою семью от всякой такой грязи. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока.